Выставка декоративно-прикладного творчества, посвященная Дню Народного Единства, в этом году работала в центре поселка, в фойе Дома культуры. Там ее смогло увидеть большее количество посетителей. Мы сегодня вам, знаете вы или не знаете, вам такое покажем, рты поразеваете! Мы уж вас, гостечки, разважем, выставку Леневского творчества покажем! Выставка наша очень многим нравится, потому недаром на всю округу славится. Не оскудела земля Леневская бриллиантами, вышивальщиками, рукодельниками и прочими талантами. Хочется все рассмотреть и хорошенько полапать, а потом всю эту красоту себе в верлогу захапать. Ты, медведюшка, знаешь ли, как хошь, глазами смотри, а лапами не отрожь. Наши ярмарки и вправду нет равных, много здесь представлено изделий разных славных. Все на обозрение творения шедевральные, работы интересные, весьма оригинальные. Яркое открытие выставки, посвященное Дню Народного Единства, состоялось накануне праздничной даты. Пятничным вечером неравнодушные посетители пришли сюда, в фойе Дома культуры, чтобы подивиться творением леневских умельцев. Всего в выставке приняло участие 64 творческих единицы, не считая коллективной работы. И что интересно, что в этом году на выставке представлен новый вид творчества, того, что мы не видели раньше. Вот замечательные корабли, объемные цветы. Ну и те мастерицы, которых уже мы знаем, также удивили нас новыми красивыми работами. Очень радостно, что выставка продолжает свое дело, что она вдохновляет на творчество. Надеемся, так и будет дальше. Действительно, многие из авторов свои работы готовят именно к этой ежегодной выставке, стараясь порадовать посетителей чем-то новеньким. Другие приносят сюда свои любимые творения из домашней коллекции. Ну а третьи только пробуют себя в выставочном деле. Некоторые работы удивили организаторов своими размерами. Совсем маленькие изящные вещицы и огромные цветы, создающие теплую солнечную атмосферу. Так же, как и вот этот большой корабль, которому, кажется, не страшны ни ветра, ни шторм. Посетители выставки не перестают удивляться и восхищаться талантом леневских мастеров. На выставке были представлены персональные и коллективные творческие работы. Я как бы сама участница выставки. Вот три мои картинки. В технике вышивка крестом. А вообще мне нравится ходить, смотреть. Тут столько интересного. Можно что-то для себя почерпнуть. Потом что-то у себя дома в дизайне употребить. Очень полезно. Вы впервые в этой выставке принимаете участие? Нет, я четвертый год. Уже каждый год постоянно участвую, да? Ну, как и постоянно. Хочется показать. Ну, сначала вообще не хотелось. Я давно занимаюсь этим. У меня как бы хобби. Ну, предложили ветераны. Общество ветеранов. Ну, а потом не знаю. Не знаю, хожу, как сказать, и людей посмотреть, и себя показать. Ну, тут очень много полезного можно почерпнуть. Не обязательно себя показывать. Можно для себя почерпнуть очень много полезного. А как сегодня что у вас зацепило больше всего? Ой, мне вот тут так котики понравились. Котики. Котики, да, обалдеть. Похоже, что тут просто бутылочки. Бутылочки и шпагат. А как красиво. Как интересно. Ну, вообще, очень много поделок, конечно, интересных. И лоскутная очень красивая. Вот подушечки прям такие интересные. Лоскутные. И сумочки такие интересные. Техники выполнения работ, количество представленных на выставке, жанров и стилей подсчитать, конечно, можно, но с большим трудом. Учитывая еще и тот факт, что некоторые авторы используют смешение нескольких техник в своей работе. В этом году, в отличие от предыдущих лет, участие в выставке приняло преимущественно взрослое население. Хотя были здесь и работы детей. Активное участие приняли Леневские детские сады, 4-я школа, творческие объединения «Радушка» и «Город мастеров», художественная школа. Все, что сделано своими руками, всегда высоко ценится. В каждом изделии старания, кропотливый труд и душа автора. Смотришь на милые игрушки, плетеные изделия для кухонного интерьера, картины, шкатулки, подушки, лоскутные одеяла, и воображение рисует тихий домашний уют, мелочи, оберегающие тихое семейное счастье. Выставка функционировала три дня, после чего ее участники вновь собрались в фойе ДК для подведения итогов. Благодарности, подарки, слова признательности получил каждый участник выставки. Особо отметили победителя голосования зрительских симпатий. Победила у нас в этом голосовании за Прометова Наталья с работой «Девушка с цветами». Ждем на дальнейших выставках, ждем также и вас, конечно, приглашаем на дальнейшие выставки. Вы очень молодцы, вы большие трудяшки, низкий вам поклон за ваше творчество, всего вам доброго, самое главное – здоровья. Будьте счастливы, благополучия вам и вашим семьям. Всего вам хорошего. Субтитры подогнал «Симон»